Хей, йоу, гейс, с вами Шимки, мы продолжим роддитеру, под названием Эволон 2. Как вы помните, мы закончили на том, что мы сразили всех наших бойцов, это викингов, и теперь мы должны сразить, как я понимаю, снеговика. Ну, перед этим мы сначала изучим эту локацию. Так, ничего нет, поэтому мы говорим со снеговиком. Так, ты готов к бою? Да. Так, ну что, я думаю, я готов к бою, но фигня в том, что довольно будет это всё сложно сделано. А, всё-таки видите, есть ограничения у меня по музыке, ну в плане её максимальной громкости, она стоит на 50, поэтому нормально. А что это за новые комки? Это что-то новенькое. Так, нам нужно что сразу собирать с вами? Красный. Ииии... Ну ладно, давайте собирать желательно то, что у нас сейчас есть. По четыре. Я не знаю, что это за комки. Скорее всего, они будут его как-то хилить, возможно. Повторюсь, я проверять не хочу. А-а-а-а, вот что оно делает. Он замораживает какого-то рандомного моего перца. А-а-а-а. Круто. А-а-а. И насколько это работает? Главное не собирать снежки. Я так понимаю? Или же я могу замораживать с помощью них и его? Хо. А это вот интересно. Давайте попробуем. Я понял. Мы, то есть, теряем одного. Но берем взамен другого. Ну... Такая перспектива, на самом деле. Так, где самое большее? Мне кажется, здесь, да? Вот так. Нет. Вот так я три беру. Так, тоже три. Давайте три. Ой-ой, сколько у тебя хп, приятель. Ну, а на. Этого я не заметил. А хп-то у парня. Ха-ха. Нормально. Так сказать. Да, и оно спадает. Блин, я даже не знаю. Вот тут, ребят. Лучше, мне кажется, его атаковать сразу. Но он сейчас насобирает чего-то, чего я не хочу. Так, красных сферы очень мало, но придется. Вот так. Хотя бы вот так вот. Так, сразу собираем красные, желтые, максимально все, что видим. Ну, так же же, чтобы и не дать ему собрать что-то. Довольно сложно, ладно. Пока будем его просто атаковать. Но он, скорее всего, тоже может замораживать именно себя, если он попадется на это. Я же правильно это понимаю. А можно отложить? Подожди. Ай, не смог, ладно. Но я смог собрать то, что мне нужно. Имба-энеджер, да? Напитки. Ладно, пока что мы идем в плюс. Ай-яй-яй, он хилится от своего же льда. Неплохо. Так, я могу сейчас взять это. В принципе, отхилиться можно. Довольно неплохо. Ну, либо на пятерочку. Мне нужно желтые и красные. Ладно. Пока только тем, что у меня есть. Я не знаю, что у него делает первый скилл, и я не хочу знать. Блин, он ходы себе собирает. Монатин жесткий. Монатин жесткий. Приятен. Прекращай. Просто даешь ему шанс, и он тебя просто убивает. Что? Все заморозились. Это максимально херово. Так, давайте думать. А, теперь я понял, что это делает. Круто. И что мне собирать? Давайте красный. И он этим еще плюс хилится, понимаете? В чем проблема. Он еще от этого хилится. Вот в чем дерьмо. Так, я думаю, лучше тоже отхилиться. Потому что это жестко. Ну, он хилится понемногу, поэтому ему так себе. А вот мне вот не так себе. Ладно, похожу. Ай-яй-яй. Подожди, а что ты делаешь? Замораживать силу врагов на один ход. Ну, в принципе. Я могу сделать вот как. Так, все равно-то заморожено. Мне нужно хил. Ой-ой-ой-ой, 12 урона, 16. Ох, пешденно. Ну, скорее всего, гемо проиграю. Так, скорее всего. Нет, подожди. Должен быть. А давайте так. Что-то я херово продумал. Ну, ладно. Надо хилиться срочно. Красный, зеленый. Три зеленых вижу. Более-менее мы с ним сравнились. Но, блин, у него слишком много всего. Это все равно херово. Пять слетышек. Ну, я могу, в принципе, заморозить его. А что я отменю? На что я отменю, так сказать? А, наносит 10 урона. Ну, неплохо, слушайте. Честно, замораживаем. И атакуем ее. И он не может... А, все. Доигрался я. А вот теперь я доигрался. Там он не ударит. Так, не получается. Хорошо. Я могу желтую, да, собрать? Но желтая мне не нужна. Мне надо, чтобы он мечи не собирал. А он соберет мечи, ладно. Блядь. О, а, он натопанул. Хотя он отхилился. Не так уж он натопанул. Гамнюк. А, давай. Он синее превращает все. Он превращает то, что мне нужно. Блин, я хочу выиграть его как-то. Но у меня же мало шансов. А я могу делать так. На следующий ход я могу ему сделать минус 10. Ну, так же я могу... Красный мне нужно 1. И с зелёным мне нужно 2. Давайте так. Ладно, не страшно. Потому что... Потому что я делаю так. Ага. Ага. Ну ладно. И сейчас, если он не отхилится... А он не отхилился. Фу, он не отхилился. Я его добиваю. О, вот это сложечно. Вы воистину великий воин. Хоть и не викинг, вы успешно выиграли турнир. Поздравляю, вот ваша награда. Вы получили книгу Бория. Невероятно древний том, удерживающий холод... ...под давлением. Ещё одна книга Бория? Что всё это значит? Это уникальный артефакт. Может существовать лишь одна. Копия. Но это возможно, если это действительно книга, которую мисс Вильвэта обнаружила в библиотеке Империи, то должна существовать версия в этой эре. Ваша копия из будущего, но она на самом деле это одна и та же книга. Лорд Менос, я впечатлена. Я убеждена, что вы были... ...что вы бы стали велик... ...великим королём для своего народа, если бы демоны выиграли Великую Войну. Но какой толк от очередной копии одной книги? Нам нужен фрагмент льда Ключа Маджи. А Церес сказала, что мы найдём его здесь. Я не знаю, где фрагмент, но мы можем любой ценой вернуть эту книгу. Анархисту Ларгу. Но зачем? Я очень хочу свою ледяную книгу. Если мы не сможем вернуть её ему, тем самым мы изменим ход истории. Я никогда не найду книгу в библиотеке. Также я не посещу руины Маджи на проклятом острове. И поэтому мы никогда не встретимся. Последствия предсказуемы. Она права, мисс Фина. Мы не должны рисковать подобным образом. Я тоже не хочу, чтобы ты исчезла, Вельвет. Думаю, мы встретились с Ларгом в деревне викингов. Давайте отдадим ему книгу и продолжим поиски фрагмента льда. Эти чужаки вообще несут полный бред. Я не понял ни единого слова. Ничего ты не знаешь, Джон Сноу. Шимки, боюсь, мы уже достаточно изменили ход истории. Но я считаю, что это не сравнится с тем, как... Когда мы используем ключ Маджи. Я никогда... Так, я никогда не встречал человека подобной Вельвет. Она словно не видит разницы между людьми и демонами. Для неё оба этих субъекта достойны изучения. Чужаки, говоря, такие странные вещи. Ну, слушайте, а мы книгу не можем вернуть, да? Отдать, типа... Ну, я не вижу смысла что-либо тут покупать. Так как мы смотрели, она довольно некачественная для нас именно. А что мы с этого получаем? Мы получили... Что ты делаешь, Юмки? Мы должны отдать Ларгу книгу Бория. Ларга? Какая Ларга? Ларга, это который... Провиссимо... Вот этот, Ларгу? Дискриминатор? Из-за тебя я наконец нашёл смысл жизни. Я решил преследовать мир, и это... Опа, стоп-стоп-стоп. Но я тоже должен поблагодарить тебя. Из-за тебя я наконец нашёл жизнь. И я решил исследовать... Эта книга станет работой всей моей жизни. Великие путешествия Ларгу. А-а-а... Ему надо дать. Слеза сельфийки. О, точно, мы можем с вами сделать сейчас ещё две вещи, ребят. Первое. Пойти в лес. Так как у нас есть слеза сельфийки. Второе. Мы можем с вами пойти защитить деревню демонов. То, что мы как раз и сделали. Держи, мы хотим доверить тебе эту книгу. Это очень ценный фалиан древней цивилизации Маджи. Ты непременно должен доставить её в полной сохранности в библиотеку Империи. Книга из Эрмаджи? Какая экстра... Экстраординарная редкая находка. Я не знаю, как тебя благодарить. Всех вас. Подождите. Вот, держите. Я наткнулся на этот странный... Странный камень в замороженной пещере. Он, конечно, не столь ценен, как ваша книга, но... Это всё, что я могу отдать взамен. Кусочек? Да, это фрагмент льда. Неплохо. Простите, ещё раз, что мне больше нечего дать за эту книгу. Я... Я думаю, что это... Этого будет вполне достаточно. Ладно, я отправлюсь снова покорять земной шар. Желаю вам всем удачи. Так, ну что, мы, в принципе, получили то, что мы хотели. Теперь мы идём обратно и-и-и-и-и отправляемся в демонический лагерь. А я не знаю, в этом именно... О, подожди, я сейчас как раз узнаю. А-а-а, я выбраться отсюда не могу. Точно. Точно. Забыл. Отличная работа, нашёл фрагмент льда. В будущем замороженный континент почти исчез. Надеюсь, викинги научатся плавать. Мне не по душе нести вину за их исчезновение. А тебе, Шимки, приходи ко мне, если... Мне фрагменты не нужны. По-любому один фрагмент будет в эльфийском лесе, а второй будет в демонической стране. Так как было сказано, что... Один фрагмент на одном острове. Тахично? Могично. А, подожди, это 3D, да? А мне по факту всё равно в этот полететь. Ту-ту-ту-ту. По факту нам всё равно да, сюда лететь. И мне нужно временной промежуток... Самый первый, да, как я понимаю? Типа в прошлое. Когда ещё, типа, демоны не победили? Да. Да, это он. А, высадка точно. Я думал, почему не мог пролететь, а здесь же запрещено. Так, ну что, у нас, в принципе, с вами этот есть... Навигатора. Здесь сундуков нету. И ни карт, ничего. Поэтому просто идём прямо. Я знаю тебя. Ты сбежал из Колизея. Почему ты вернулся? Ах, да. Дискриминатор, верно? Что ты здесь делаешь? А, понятно. Естественно, если ты с принцем демонии, куда ещё тебе идти? Пропустите нас. Прости, но... Сражаться с ними бесполезно. Тебе понадобится армия, чтобы добраться до демонии. Даже в какие-то веки бессилен. Что? Есть одна возможность. Мы можем объединить силы с Империей. Никогда заключить пак с демонами, это смехотворно. Но другого способа нет. Если мы не остановим Магнуса, все станут ещё хуже. Десятки тысяч погибнут. По крайней мере, этому меня обучили в школе. Мы должны остаться... Так, остановить Магнуса, прежде чем он доберётся до демонии. И единственный способ это сделать, объединить силы. Мы обязательно должны достичь демонии, пока не вышло время. И если, сходя из этого, мне придётся союзничать с Империей... Ну, конечно, это будет недолго. Да, будет так. Далкин? Это невозможно. Я не могу. Мои приказы... У нас война с демонами. Возможно, но если эта война начал Магнус. Надеюсь, захватить демонии и установить её себе. И, зная это, ты всё равно хочешь следовать приказам? Ты должен иметь... Так, уметь обходить правила, если это... На пользу Империи. Я... Я не могу. Не могу пойти против приказа. Но, Шимки, похоже, будет непросто уговорить Далкина. В моём временем периоде он известен тем, что возглавил армию. Царь здесьшую Магуса. Битва перешла в кровавую бойню. И тысячи погибли с обеих сторон. По этой причине его призвали Далкин Красный. После его победы, если её можно так называть, он покинул армию. Он наверняка ещё жив во моём времени. Интересно, где он... Где же он сейчас может быть? Мы должны убедить его... Так, пропустить нас. Я должен пройти на помощь своим народам. Почему он принимает нашу помощь? Это же лучший вариант. Я не могу стать своим... У меня свои приказы. Так, говоришь в вашем времени. Ваше время это... Это настоящее, да? Давай в настоящее пойдём. Довольно сложно, на самом деле, вот так вот... Воспринимать... Куда мне идти? Ну, примерно мы знаем. Нам нужно идти в это время. Это её время, как она сказала. И поискать этого мужика где-то здесь. А-а-а... А, потому что там, скорее всего, было написано приземлиться, да. Возможно... В руинах где-то. Нет. Нет, походу. Так, здесь два картёжника есть только. Странно. А где, может быть, среди пиратов, как вариант? Нет, да. У нас ещё тут целая рыбка есть. Ну, слушайте, если... Он не хочет с нами коммуникатировать, да, если так это можно назвать... Ну, давайте быстро пролечу всё, что нас тут окружает. Что тут вообще есть у нас? Приземлиться, но я не вижу. Блин, я бы сюда приземлился, но сюда нельзя. И почему? Причины тоже не ясно. Есть... У нас всё-таки... Есть шахта. Ладненько, давайте мы с вами отправимся в лес. В лесу, что... Сделаем, попробуем. Дельфийский лес. Поехали. Всё равно время у нас много. Факту. Опа-на. Тут сундучок есть. Опа-на. Какой полезный компас, не правда ли? Коллекционная звёздочка. Теперь мы знаем, что здесь сундуков вообще нету больше. Мы можем отправиться ещё в город, поискать остальные сундуки, а потом... Ну, хотя я могу сундуки искать, когда у меня будет этот... С помощью бодика я буду снимать, чтобы... У вас есть слезы с эльфейки. Будьте осторожны, постарайтесь не заблудиться в священном роще, так как в ней летаются различные эры. Окей. Ну, ребят, мы отправляемся в довольно опасное место. Как я понимаю. Так, сразу смотрим. Шесть сундуков. Вау. Ребят, шесть сундуков это вам... Не хухры-мухры. Так, вот это, да, имеется в виду временной... Хорошо, запомню. Типа, мне нужно сейчас дерево повалить и покатить. Ага, в этом времени оно ещё всё маленькое. На репки... На репки... Есть один картёжник. Так, там что-то прячется. Походу, это вот это тоже дерево. Так, мы сделали мостик. Хорошо. В этом времени... Нельзя пройти через дерево. Может, они как мамонты работают? Только два временных промежутка? Да. Временных промежутка только два. Да, они двигаются всё. Это облегчает работу. И где? Мост, который... А-а-а! Я понял. Я глупенький. Ну блин, видите, фигня в том, что оно постоянно зарастает. Так, здесь они где, да, при... Ой, там ещё как-то жижка чёрная. Чёрная жижка. Блин, почему вы все возобновляетесь? Ага. А вот наш демон какой-то. И что ты делаешь? Короче, что плохое, я думаю, я умру. Если наступлю на это. Поэтому, думаю, лучше не рисковать. Что? То есть, теперь есть и такое время. Окей, я понял. Вообще, посрать, да? В каком я измерении? Чисто... Постригать. Ну я понял. Примерные предпосылки я понял. Так, здесь сундук есть. Что-то я в текстуры зашёл, но куда именно, я не пойму. Ну я забрался. Мне нужно к чёрной этой херне. Туда как-то попасть можно. Сомнительно, на самом деле, но... Кажется, можно. Через текстурки. Ладно. Не важно. Они всё ещё большие. Теперь мне нужно в это время... Тогда они ещё маленькие. Ну и типа репки или что это? Морковки. Хотя, мне нужно проверять в каждом времени, да? При слезне. Ой, сундук так хочется достать. Своего достать нельзя. Хотя... Скорее всего, можно как-то. Ага. Что ж я просрал момент с сундучком. Я прав? Кажеть, я прав. Знаешь, мы сундук не получим. Ладно, следующий... Ооо, шайт. Жаль. в этом времени все спят хотя нет вон там есть где-то проход мне нужно вот репки превратить и там я заберу сундук права я понял что уже не пройду потому что там вырастают корни или что это на и теперь тут тоже корни вырастут ну что теперь мы можем а это то дерево которое вырастет 5000 я могу все скупить на самом деле что вы вообще тут в игре есть чего а у вас дерево не смотила я понял моя понял туда мне не попасть никак здесь тоже не попасть ну тогда только куда-то наверх а я могу использовать использовать и этого как шердаун падает еще мне это каждый раз ну это довольно долго это долго что сразу к тебе активировать какое время отправился хотя бы корни там вообще призрачный какой-то сундук слушайте а вот как раз они сейчас же все спят сундучок к себе прихопаем прихопаем сундучок вроде звезды перевалим отсюда посмотрите мне два варианта есть первое это наступить сюда ахаты он замороженный я понял как-то этим времени можно управлять замораживать помидоры чтобы они прикрывали путь все это черные субстанции и походу со временем они типа выросли на не стали большими помидорки да я правильно понял так все в этом временном промежутке мы справились аж теперь так давай сюда когда они все спят это же будущее на они все спят так мне походу нужно здоровье как-то туда закинуть не работает походу и грибы тоже спят я понял приятель что в этом временном промежутке не рабочие эти тундуки ватафак ладненько я вас понял камон он закрыл вообще-то объект ну допустим вот снова видите тупо помидор почему я не могу регулировать валон закрыл капелька мне нету капли не падают в мою сторону окей вот снова смотрите снова что за предятина я закрыл обзор но здесь у кида я не закрыл он давайте короче время поменяю и думаю закончить на этом вот вот какой черта черта меня банут меня сейчас пытается чистым условно наебать а теперь закрылась почему-то странно это работает давай попробуем хотя мы можем сейчас на вот этом моменте закончить ребят почему бы нет я могу в следующей серии пойти за сундуком поэтому всем спасибо за просмотр ставьте лайки и подписывайтесь на канал комментируйте всем удачи и всем пока 고요 пока 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 Продолжение следует...